Здравствуйте, господа! С вами опять Майкл Левшиц. Сегодня я хочу немножко пофилософствовать вслух, рассказать, что происходит в компании THW Global. Может быть, для многих из вас, чтобы была какая-то ясность, как это все началось, куда это идет и что происходит. Перед тем, как я начну, я хочу, чтобы вы обратили на экран. У нас в настоящий момент 10 часов 44 минуты вечера, то есть 22.44. День еще у нас не закончился, потому что день у нас начинается считаться по-американски, то есть по нью-йоркскому времени, и заканчивается в 24.00, то есть 12 часов ночи. Поэтому день у нас еще не закончился. И посмотрите, что на экране уже 10.546.52 страницы было просмотрено на нашем сайте, то есть роликах. Господа, перед тем, как я начну вам рассказывать, что нас ждет и где мы находимся, пожалуйста, просто забудьте о всем, о чем вы знали раньше. Вы можете мне не верить. Это ваше право. Но перед тем, как высказать какое-то мнение, правильно это или неправильно, просто задумайтесь, послушайте внимательно, чтобы не получилось так, что потом кто-то из вас выгладил глупо после того, когда произошел полный запах. Смотрите, уже больше 10 миллионов за сегодняшний день прошло страничек. Что такое странички? Каждая страница – это реклама. Реклама самая маленькая, может быть 30 секунд, а может быть 8 минут и даже больше. Вы представляете, сколько часов нужно провести на этой сайте, чтобы провести 10 миллионов, пройти 10 миллионов страничек. Это говорит о том, что количество людей, которые работают по всему миру, очень большой процент из числа вот этих миллиона 300 тысяч человек. И вы не забудьте, что мы только в бизнесе всего лишь первые 90 дней. Если те люди, которые не понимают, что это такое, ну мне тогда просто вам совет, не смотрите, не слушайте, просто наблюдайте. И когда все будет запущено 100%, тогда я вас опять приглашаю обратно в бизнес. Ведь в принципе, если подумать, никто из вас не потратил ни копейки. У вас еще ни у кого ничего не потратили. Например, если я лично прошел сертификацию, так это мое мнение, я это сделал для себя. Кстати, сертификацию пока никто не может пройти в других странах, даже если захочет. Это можно пройти только тем людям, которые живут в Америке. И опять-таки по согласию. Поэтому пока у вас ни у кого не просит ни копейки денег. И если вы в это не верите, просто остановитесь и ничего не делайте. Продолжайте жить своей жизнью, занимайтесь тем, чем вы занимались до того, как вы услышали о компании THW Global. Просто мне вам совет, наблюдайте, что произойдет в ближайшее время. Господа, я хочу сегодня вам рассказать, как происходит открытие THW Global, почему происходит то, что происходит, и почему до сих пор вам никто не говорит, кто стоит за компанией THW Global. Я попробую вам объяснить. Может быть, многие из вас поймут, кто-то, наверное, не поймет. Вот единственное, что я могу сказать 100%, если вы не будете меня слушать внимательно, вы точно не поймете. Поэтому просто прислушайтесь. Кстати, у меня есть еще вам такое предложение, что если вы что-то не поняли, не обсуждайте это, если высказывать мнение о том, о чем вы совершенно не знаете, но это не совсем умно. Если у вас есть вопрос, и вы не можете получить на него ответ, вы можете позвонить мне по скайпу. Я отвечаю всем. Единственное, что в следующие, может быть, 10-12 дней меня не будет, потому что я уезжаю. Я буду отдыхать. Но я обещаю, что я буду все равно наблюдать за нашей группой, я буду на Facebook, я буду наблюдать за бизнесом, и как только появится новая информация, как нужно будет сделать новую тренировку, я сразу же ее выставлю у нас в комнате, и вы все будете знать, что происходит. Перед тем, как я начну, я хочу сделать несколько объявлений. Вы все помните, что платить нам будут раз в месяц, за предыдущий месяц. Я надеюсь, это понятно. Время считается максимум-максимум 10 часов за неделю. Максимум. Если вы это наберете за один день, это ваше право, но не больше 10 часов за неделю, потому что больше, чем 10 часов, вам платить не будут. Минимальное время часов вы должны набрать за неделю, минимальное, 5 часов. Если вы не наберете 5 часов, вам тоже за это ничего не заплатят. Значит, вы должны запомнить, что минимальное время вы должны набрать 5 часов. неделя начинается не так как я говорил раньше воскресенье принципе в америке неделя начинается воскресенье в некоторых компаниях в субботу я сначала сказал воскресенье ну наверное я немножко поспешил я тоже все информации сто процентов не знаю потому что я так же как и вы являюсь партнером этой компании у меня нету прямой связи с хозяевами компании у меня есть только связь хулио который первый дистрибьютор в этой компании то есть мастер дистрибьютор день неделя будет начинаться в субботу в субботу в 12 часов ночи 0 1 минута в субботу это начинается этот день начинается неделя то есть неделя заканчивается в пятницу чтобы вас не запутать ничто неделя заканчивается в пятницу в 12 часов ночи по нью-йоркскому времени то есть если это 7 часов разница с москвой значит по московскому времени неделя заканчивается всем утра в субботу всем утра в субботу по московскому времени значит заканчивается одна неделя и 701 суббота утро начинается вторая неделя я надеюсь это понятно чтобы не было больше вопросов если будут какие-то изменения вам скажу еще раз и еще раз повторю минимум нужно работать 5 часов если вы работаете меньше чем 5 часов в неделю тогда даже не работайте потому что вам за это не заплатит значит работать надо минимум минимум пять часов в неделю максимум 10 часов неделю я надеюсь это тоже понятно за каждый просмотр нам будут платить токены нам будут отсчитывать токены каждый токен будет равносильно определенному количеству очков за 100 очков вы будете получать доллар сколько будет стоить один токен это будет иметь это будет зависеть от того на какую рекламу вы вы кликаете потому что какие-то рекламы вы будете получать больше токенов какие-то меньше токенов и за количество очков за каждый токен будет тоже зависит от того сколько стоит эта реклама так как рекламы разные по цене то и очки вы будете набирать один токен может быть 100 очков другой токен может быть 50 очков это 100 процентного я пока не знаем и это все узнаем в будущем сколько стоит какая реклама компания никогда такое не скажет, я так думаю, по одной простой причине, чтобы вы не смотрели рекламы по выборочной, их надо смотреть все. Это то, что требуют рекламодатели. Господа, я знаю, что еще много трудностей, еще много чего запутано. Система работает с разнобоями. Единственное, что меня сегодня заверили, это пришло от Хулия, потому что он написал письмо в компанию, и ему сказали, что они знают, что идут глычить в системе. И за ними наблюдают, и поэтому, чтобы вы не боялись. Если вы что-то посмотрели и вам ничего не засчитали в вашем бэк-офисе, все будет засчитано. И за все вам заплатят. Это то, что сказали мне. А я передаю вам. Еще раз, господа, вы должны понять одну простую вещь. Я не хозяин компании, я такой же партнер, как и вы. Разница только в том, что я себя считаю лидером, потому что в каждый проект, в который я прихожу, я в него верю с самого начала. Иначе бы я этим не занимался. И поэтому я начинаю делать тренировки, я начинаю делать рекламы, и помогать своим партнерам делать то же самое. Но я такой же партнер, как и вы. Если вы в меня верите, спасибо, не верите, отойдите в сторону, и просто ждите, и наблюдайте, что произойдет в нашей компании. Окей? Видите, пока с Майамиям говорил, было 10 миллионов 546 тысяч, уже 9 миллионов, 10 миллионов 586 тысяч. То есть 40 тысяч страниц было просто посмотрено буквально за несколько минут. Это говорит о чем? Это говорит, что тысячи партнеров смотрят ролики и работают. То, чего я и вам советую. Но это, конечно, зависит от вас. И еще раз, как я сказал, если вы верите, отлично, если вы не верите, ничего страшного, отойдите в сторону и просто наблюдайте. Как только все будет запущено, я вас приглашаю обратно в бизнес. Если вы не придете, я вам желаю удачи, чем бы вы ни занимались. Но если вы придете, вам нужна будет моя помощь, я с удовольствием вам помогу. Окей? Здесь риска нету. Вы ни за что не платите деньги. Теперь я буду рассказывать то, что я вам обещал. Что же происходит с компанией THW Global? Многие сетевики, наверное, будут знать, и для этого их не секрет, что когда открывается сетевая компания, всегда выбирают одного человека, который становится или его называют мастер-дистрибьютор. И от него все это идет. Обычно такой человек человек с большим опытом, с большими знаниями в сетевом бизнесе, и человек, за которым идут много людей. И первых людей, которых выбрали в компанию, было 8 человек. Восьмым человеком это был Хулия. Он и стал, в принципе, мастер-дистрибьютор, потому что у него очень много опыта. Тогда компания THW Global написала бизнес-план, что они хотят делать и к чему они стремятся. И по ихнему плану не было задумано приглашать людей сразу. По ихнему плану было задумано открытие где-то в конце этого года, я точно даже не знаю, октябрь, ноябрь или декабрь этого года, должно было произойти открытие. И только после того, как все было готово, только тогда можно было бы начать рекрутировать людей в бизнес. Но Хулия, так как он настоящий сетевик, он им предложил, а почему бы вам не дать возможность таким людям, как я, как вы, как Хулия, начать строить бизнес еще до того, как компания открылась. Ведь основная масса людей, все прекрасно понимают, придут только после открытия, потому что многие, как некоторые из нас, не верят в этот бизнес, и это понятно, и я их не осуждаю. Я их просто советую, ждите, денег вам тратить не надо, вы ничем не рискуетесь, просто ждите и наблюдайте за бизнесом. И когда все будет сделано, и все будет готово, вы сможете начать рекрутировать или начать работать и приводить людей в бизнес. Так вот, по просьбе Хулия компания решила, она согласилась сделать, как он попросил. Поэтому сделали простую веб-сайт и ее запустили 90 дней назад. Кстати, в первый ихний шаг, который они сделали, у них был план привести всего лишь 60 тысяч человек, я не помню, 60 или 50 тысяч партнеров, но в первые 30 дней они привели 600 тысяч. Никто этого даже не ожидал, что такое произойдет. Здесь и очень хорошо, но и с этим большие трудности, потому что это стоит много денег компании обработать такое количество людей, потому что нужно покупать большое количество серверов, а каждый сервер, он не дешевый, сервер может стоить от 2 до 4 тысяч долларов в месяц только один сервер. Поэтому это очень дорогое удовольствие. У нас уже наверное тысячи серверов, не тысячи, может быть, может быть, сотни серверов. Компания, когда начала запуск 21 числа, у нас уже миллион 327 человек подписалось. Конечно, среди них есть много мертвых душ, потому что демографический профайл, прошло всего лишь почти 605 тысяч человек. Но это 605 тысяч человек за 90 дней. Вы даже не представляете, сколько денег это стоит все обработать. И смотрите, сколько людей щелкают на нашу веб-сайт. Из-за этого происходит глычез. Компания не была готова для такого большого штурма. Это все равно, что если вы открыли магазин, ну будем говорить ювелирный магазин, и у вас определенное количество денег, и вы смогли пойти купить товар на 300 тысяч долларов, а у вас за 90 дней пришло 3 миллиона человек. Что же вам делать? Вы же весь товар продали, вы не успеете купить новый. Это то же самое, что происходит в нашей компании. Они не были готовы, что произойдет такой большой взрыв. Кстати, я вам хочу сказать такую вещь, то, что мне сказал сегодня Хулия. Вот сегодня у вас уже, наверное, когда вы смотрите 24 сентября, у меня 23, за 3 дня с 21 числа процент людей, которые стали подписываться и проходить демократический профайл, поднялся вверх на сумасшедшее количество процентов, по сравнению как это было сделано например даже неделю назад, потому что люди начали работать. Я надеюсь, может быть эта информация чем-то вам поможет, чтобы вы поняли, что мы даже не должны были еще открыться, еще никто из вас, в том числе я, мы даже не должны были знать, что будет такая компания. Задание, задача мастера дистрибьютора Хулия Велера была в том, что взять лист бумаги и просто писать имена, имя, фамилия и телефоны тех лидеров, которые он захочет пригласить в самый момент открытия, когда уже компания будет запущена и никого из нас тут не должно было быть. И многие из вас, у кого уже имеет тысячу людей, у вас вообще бы не было никого и мы бы все только могли бы начать этот бизнес в конце этого года с нуля. Но у нас уже есть люди, даже может быть из них многие ушли, потому что они не хотят ждать. Ну и что? Когда компания заработает, они это сами услышат и они прибегут обратно, потому что риска нету, это ничего не стоит. Это первое. Второе. почему до сих пор никто не сказал, кто стоит за компанией THW Global? Те люди, которые говорят, что это лохотрон и это развод, но это очень глупые люди. Почему я так говорю? Если вы не знаете, что происходит, посмотрите просто на веб-сайт. Посмотрите, сколько людей приходят и кликают на эти странички наши. Это же колоссальное количество людей. Спросите у любого программара. Сколько стоит заплатить за сервис, когда веб-сайт, какая бы она ни была красивая, имеет 10 миллионов кликс в месяц. И просто каждый клик не просто клик, а человек в среднем должен пробыть на этой страничке от полминуты до 8 минут в среднем. И вы увидите, что вам скажут, как это дорого. Так неужели вы думаете, компания открыла 10 офисов в 10 странах? Кстати, многие люди задают вопрос, открыт ли офис в Америке. В Америке в Лас-Вегасе офис уже официально открыт. Это в этот офис я послал по почте деньги заплатить за сертификацию и мои деньги уже приняты, я уже получил ответ и я уже сертифайт. Поэтому я знаю, что офис уже открыт. Чтобы просто вы знали. Поэтому задумайтесь, зачем компании выкидывать такое количество денег, они уже потратили более 20 миллионов долларов и они ничего не заработали. Кто-то я видел, написал, что компания сняла 2 миллиона долларов за счет тех денег, которые заплатили люди в Америке за сертификацию. Эти деньги идут за сертификацию, а не в карман компании. А даже если они заработали 2 миллиона, отнимите их от 25, а потратили тогда они еще в минусе в 23 миллиона. Но неужели вы думаете, что там сидят действительно лохи, которые тратят такое количество денег и не получают взамен ни копейки? Это должен быть недалекий человек, который в это верит, что это так. Теперь следующее хочу рассказать. Опять послушайте внимательно, потому что я думаю, что это будет многим очень непонятно. И я обещаю, некоторые из вас, я не хочу, чтобы мне звонили тысячи людей, некоторые из вас, если вас действительно это интересует, и вы хотите, чтобы я объяснил вам поподробнее, позвоните мне по скайпу. Единственное, что я буду только сегодня в субботу где-то в 18.00 на связи, всем я сразу ответить 100% не смогу, а потом я уезжаю, в субботу я уезжаю, меня не будет где-то 10 или 12 дней, меня не будет, а потом я приеду и опять приступаю к работе, но в течение времени, которого меня не будет, я все равно буду следить, что происходит в THW Global, и как я уже сказал раньше, я буду выставлять извещения и буду рассказывать новости, все, что происходит, и если нужно, буду делать новые тренировки. Значит, кто же этот таинственный владелец компании THW Global и почему о нем никто не говорит? Многие из вас, наверное, знают и слышали, есть такое название биржа, мировая биржа, самая основная биржа, их три, это в Америке в Нью-Йорке, это в Юпонии в Токио и это в Англии в Лондоне, это три мировые биржи, которые контролируют экономику всего мира, в том числе и Россию и стран СНГ. На сегодняшний день уже есть много ответвлений этой биржи, есть уже такие биржи в России, на Украине и в других странах СНГ, но это все связано с этими тремя биржами, потому что биржа мировая, в принципе, она только одна. И вы прекрасно понимаете, что на этой бирже продаются и покупаются акции тех компаний, которые зарегистрированы на этой бирже и только эти компании имеют право продавать свои акции. На этом и держится весь мир. Этих самых основных компаний всего 30. Есть уже много маленьких компаний, ответвлений, но самые основные компании всего лишь 30. И я объясню, чему я вам это говорю. Например, если вы живете в России, ведь Россия богатая страна, но ни в какой точке земного шара, кроме стран СНГ, нигде не принимается российский рубль. Почему? По одной простой причине. Российский рубль, так же, как и все деньги стран СНГ, не зарегистрированы на мировой бирже. Все эти деньги, такие, как китайская йен или японская йен, как английский паунд, евро и так далее и тому подобное, герман, немецкий дойчмарк, они все, и доллар, они все зарегистрированы на американской бирже, в смысле мировой бирже, и поэтому они принимаются. Чему я вам это все объясняю? Когда компания, которая зарегистрирована на бирже, если она начинает делать какое-то расширение, и все аналитики, которые работают в банках, страховых компаний, богатые люди, которые за этим стремятся, следят. Если такое объявление сделано компанией, они сразу начинают покупать стаки, то есть акции. И компании, например, Microsoft, если вы внимательно следите за Microsoft, это одна из этих 30 компаний, то когда ее стаки идут вверх, может заработать миллиард долларов за один день. И больше. Больше даже, чем она продает свою продукцию. Поэтому есть такие мировые организации правительственные, которые следят за мировой биржей, потому что если компания какая-нибудь, которая зарегистрирована на бирже, дает неправильную информацию, и люди начинают покупать акции, то такие люди, если их разоблачают, наказание до пожизненного, до лишения свободы, до пожизненного срока, и у них конфискация полного имущества. Теперь представьте себе такую вещь. Крупная американская компания, которая зарегистрирована на американской бирже, я извиняюсь, мировой бирже, дает обливление, что она стоит за THW Global. Это она открыла вот такой департмент, отдел. Вы знаете, что их стаки сразу пойдут вверх. И эта компания зарабатывает, несмотря на нас, что бы мы не делали, они сразу за ночь, за один день заработают не один миллиард долларов, а десятки миллиардов долларов, потому что очень много богатых компаний, грамотных людей, финансистов, люди, которые работают в банках и страховых компаниях, которые инвестируют деньги в мировую экономику, они сразу поймут, что деньги все в основном в рекламах. На сегодняшний день есть такая компания Mogul. Это американская компания, которая продает все, что связано с мобильными телефонами. Это одна из самых крупных в мире. Так вот, только Mogul в прошлом году потратила более 100 миллиардов долларов на рекламу через свои телефоны, смартфон, то есть через интернет. Это только одна компания. В мире на сегодняшний день считается так, что с такой скоростью, как растет трата денег на интернете, на рекламы, то они считают, что в 2020- году, то есть через 4 года, эта сумма вырастет до 674 миллиарда долларов. Наша компания планирует заквотить 10% от этой суммы. Так как вы думаете, люди сразу начнут покупать такое количество акций, и компания это может заработать миллиарды долларов за один день. Но проблема в том, вы видите, сколько происходит глычез, глюков, сколько недовольных людей среди вас, и люди начнут жаловаться. Вы знаете, что за этой компанией может произойти? Ее могут закрыть, я имею в виду, кто за этим стоит, потому что будут сразу судить их и считать, что они людей обманули. Это крах для такой компании. Поэтому они не объявят никому, кто стоит за компанией, кто стоит за THW Global до того момента, пока все полностью не будет запущено, то есть пока не начнется четвертая часть нашего запуска, это когда уже будет работать все без проблем. Поэтому не задавайте больше вопросы, господа, почему никому не говорят, кто за этим стоит. Вы меня не извините, я не хочу грубить, но человек и компания, люди, которые стоят за нами, их совершенно не волнует наше мнение. Они знают, куда они идут, они знают, что они делают. У нас на сегодняшний день на земном шаре 7,5 миллиардов людей, а у нас компанию подписалось только миллион 300 тысяч. Даже если эти все люди уйдут, они все равно после запуска полного наберут большое количество людей, то количество, которое их интересует, с нами или без нас. Поэтому господа, вы должны глобус, процветать, она будет работать. Может быть, к сожалению, не так быстро, как мы все хотим, в том числе и я, но она будет работать с нами или без нас. Сегодня появилось письмо в бэк-офисе. Я не буду полностью его рассказывать, я просто объясню, что тут пишется и к чему это все. Многие сразу подумали, что человек, который на этой фотографии стоит за этой компанией. Я не могу сказать нет, не могу сказать да, потому что я не знаю. Я знаю, кто этот человек, но я еще не слышал, чтобы он стоял за этой компанией, хотя мне сказали, что за этим стоит. Но я и еще один человек, один дистрибьютор, мы подписали контракт, что мы не имеем права разглашать эту информацию, или иначе нас могут компания судить на большие деньги. Поэтому сами поймите, я свои деньги потерять не хочу. Поэтому я и не могу никому об этом говорить. Значит, этот человек Рич Девас, это человек, который открыл Эмвэй. В прошлом году Эмвэй наторговал почти 10 миллиардов долларов в 2015-м, то есть 9 миллиардов 500 миллионов долларов за один год. Это самая крупная сетевая компания в мире. И здесь просто написали его высказывание. Что он говорит? Прислушайтесь к этому человеку, потому что этот человек сделал в своей жизни то, что не я, не вы, не мы все взятые, не все люди, которые уже пришли к компании вместе, когда-либо увидят за всю свою жизнь то, что сделал этот человек. Поэтому я думаю, многие из вас согласятся, к нему надо прислушаться. И вот что он говорит. Я буду переводить по-русски так, как могу. В бизнесе. Он тоже в бизнесе, у каждого человека есть четыре ступени. И вот он объясняет здесь. Одну секундочку, сейчас я немного тут соображу. первая ступень он называет building stage, то есть ступень строительства. Это когда все люди приходят в компанию и начинают делать все, что нужно для того, чтобы компания процветала. Вторая ступень называется management stage, то есть ступень, когда все начинают как менеджеры организовывать. Это люди начинают делать, каждый человек уже начинает делать конкретно свою работу, уже все знают конкретно что должен делать каждый человек для того, чтобы это все привести к запуску. Третий шаг, третий stage, он назвал blaming stage, то есть этот шаг, когда все люди начинают друг друга обвинять. Приштущайтесь внимательно к этому, это человек об этом говорил много лет назад, когда был запущен MWay. Это не сегодняшние слова. Так третий шаг, третий stage, это blaming, когда все начинают друг друга обвинять. Все друг друга начинают обвинять, что это их вина, почему компания не запускается, их обманули, лохотрон, так далее и тому подобное. Вам не знакомо это, ребята? И четвертый шаг, это destruction stage, это когда все начинает рушиться, когда работу уже никто не делает, все разбегаются и компания закрывается. Господа, вам это не знакомо? это разговор о нас, это то, что происходит в нашей группе. Почитайте чаты, зайдите на Facebook в нашу группу, посмотрите, что люди там пишут. Это то, что говорил этот человек, которого зовут Рич Девас, это человек, который открыл компанию Amway, и эта компания уже много лет в бизнесе, в прошлом году наторговала 9,5 миллиардов долларов. Как вы думаете, он знает, что он говорит? Это его учение, по его учению учится очень много крупных бизнесменов и крупных CEO, крупных компаний. Для того, чтобы разрушить компанию всего лишь 4 шага. Строительный шаг, шаг менеджмент, шаг, где все жалуются, и шаг развала. Так вот, если вы хотите, и это его слова, это не мои слова, и он говорит, советует, если вы хотите, чтобы у вас бизнес процветал, вы должны свой бизнес строить все время в одной стейдж, в одном шагу, шаг строительства, только тогда вы будете процветать. И запомните, господа, в любом бизнесе, когда он начинается, всегда есть проблемы, в бизнесе есть всегда риск, если вы не понимаете, что с этим связан риск, значит не надо идти в бизнес. В бизнесе всегда есть непредвиденные обстоятельства, от которых никто не гарантирован. Если вы это не понимаете, тоже не надо идти в бизнес. Господа, я вам желаю всем только успехов. Дай Бог, чтобы вы процветали то, чем вы занимаетесь. Поэтому если не верите в компанию THW Global, и вы еще не потратили ни копейки денег, и большинство из вас и не нужно будет никогда тратить денег, если вы боитесь тратить время, я считаю, даже если вы потратите время, вы научитесь чему-то новому, отойдите в сторону, отойдите в сторону, занимайтесь, чем вы занимаетесь, я желаю вам удачи, и просто наблюдайте, не хотите наблюдать, наблюдайтесь, вам кто-нибудь придет и скажет через месяц, через два, через три, через полгода, через год, вы все равно услышите про компанию THW Global, потому что она будет по всему интернету, машина уже заработала, остановить ее уже невозможно, ее никто не сможет остановить, ни я, и не вы, и не мы все взятые, потому что запомните одну вещь, это то, что я понял совсем недавно, что компания не нуждается в нас так, как мы нуждаемся в ней, конечно, компания без нас ничего, и мы нужны, она нужна нам, и мы нужны ей, но мы нужны ей, в смысле, я извиняюсь, она, компания, нужна нам больше, чем мы нужны ей, потому что если мы не придем, незаменитых людей нет, всех можно заменить, помните, как я сказал, 7,5 миллиардов людей живут на земном шаре, и нам нужно, а в компанию на сегодняшний день пришло только 1,3 миллиона у меня были ситуации, когда я был в бизнесе, когда я терял всю свою структуру, и я все равно продолжал строить, и ко мне приходило в десятки раз больше, и я думаю, что многие из вас сталкивались с таким же опытом, и в результате я все равно зарабатывал деньги. Теперь я хочу рассказать дальше, когда же нам будут платить. Господа, произошел очень неприятный нюанс в нашем бизнесе, произошел он прямо на несколько дней назад, какие-то умники, хакеры построили, написали скрипт, и начали давать людям, я не знаю, продавать, или давать, или советовать, чтобы этим пользовались, и при помощи этого скрипта, если вы заходили в бэк-офис и начинали кликать на ролики, вам не нужно было кликать на ролики, они просто начали автоматически набирать токены, и люди начали набирать большие суммы токенов, и конечно компания это сразу заметила и обнаружила, вы сами понимаете, что никто у нас ни за что деньги просто так не получит, и поэтому вам никогда не будут платить, если вы заработали сегодня, вам за токены не заплатят завтра, теперь уже вы все знаете почему, кстати сделали этот скрипт русскоязычные хакеры, поэтому поблагодарите их, и за этого теперь оплата будет не 15 числа каждого месяца, а 24 числа каждого месяца за предыдущий месяц, потому что им нужно 24 дня проанализировать кто сколько заработал и каким путем, и только те люди которые заработают или прошли работу честно, только те люди будут зарабатывать деньги, и так как компания открылась только 21 числа, а платят с начала месяца до конца месяца, поэтому они не будут нам платить 15 октября или даже 24 октября за 21 по 30 сентября, а теперь эта часть сентября объединяется с октябрем, поэтому нам с 21 сентября мы должны будем работать до 31 октября, а проплатит нам за это только 24 ноября, если те, которые не понимают и не хотят это делать, вы можете уйти из бизнеса, вы ничего не потеряли кроме времени, вы только научились чему-то, поэтому отойдите в сторону и ждите, потому что я вам я вас уверяю, может быть это пройдет месяц, может быть два, может быть полгода, вы все придете обратно, когда вы увидите, что происходит в компании, потому что компания захватит весь маркет по всему миру, и как я уже сказал, я просто повторяюсь, с вами или без вас, она все равно захватит то, что она собирает захватить и еще больше, а то, что теперь стало так дольше, поблагодарите русских хакеров, надеюсь это понятно, значит я еще раз повторю, платить нам будут теперь 24 числа каждого месяца за предыдущий месяц, я вам еще приведу пример, если вы пришли на работу, например в Америке три вида оплаты, понедельно, раз в две недели и раз в месяц, и самый популярный раз в две недели, и например если я работаю на фабрике, на заводе, в конторе, в бизнесе, и я работаю например, проработал неделю, потом проработал вторую неделю, мне платят деньги только в конце третьей недели за предыдущие две недели, это такой закон, поэтому то же самое здесь, нам платить будут раз в месяц, 24 числа каждого месяца за предыдущий месяц, если вдруг в будущем это поменяется, я вам всем сообщу, но пока я знаю только то, что мне сказали в компании, я просто эту информацию передаю вам, и так как бизнес начинался проплачение токенов с 21 сентября до 30 они решили сентябрьское время объединить с октября, поэтому просто мы все получим больше денег, и я уверен, что все будут довольны, если вы не верите и не хотите тратить свое время, еще раз вам предлагаю уйдите из бизнеса, этот бизнес или он не для вас, ну например, если вы на минутку считаете, что все что вы услышали, это на самом деле правда, и все так и будет, но вы пока не хотите тратить время, пока это не запущено, ничего страшного в этом нет, я никого из вас в этом не обвиняю, отойдите в сторону и ждите, наблюдайте, как только это все будет запущено, то я вас пожалуйста приглашаю обратно добро пожаловать, еще раз как я сказал раньше, если кто-то захочет со мной поговорить, как говорится, с глазу на глаз, пожалуйста, звоните мне по скайпу, только прошу вас, напишите сначала, что у вас за вопрос, а потом звоните, я вам отвечу, если вы сможете меня поймать в субботу, в принципе, я буду очень занят и мне, наверное, будет много людей звонить, поэтому в субботу после 18.00 по московскому времени я постараюсь ответить как можно большим людям, звоните, с удовольствием отвечу, если кому-то я не отвечу, не обижайтесь, просто в сутках всего лишь 24 часа, а потом я вечером в субботу я улетаю, меня не будет где-то 10, может быть 12 дней, я буду следить все, что происходит в компании, я буду вам сообщать, так что, пожалуйста, те люди, люди, которые, как я, которые согласны работы и не боятся, если они потеряют время, то добро пожаловать, люди, которые боятся, отойдите в сторону и ждите. Теперь я хочу вернуться еще раз на нашу страницу, вот смотрите, уже помните, когда мы начали, было 10 миллионов 629 тысяч 694 страницы было просмотрено, я не знаю, сколько мы пробыли на этом вебинаре на нашем, сколько я потратил, 30-40 минут, час, а было 10 миллионов 546 тысяч, сейчас уже 10 миллионов 629 тысяч, это получается 50-80, где-то больше 80 тысяч страниц было, прошло меньше, чем за час. Вы можете представить, сколько людей должны зайти на каждую страницу и потратить на ней минуту, 2-8 минут, чтобы пройти 80 тысяч страниц. Вы представляете, какое количество работы людей работает на странице, какое ли количество людей приходит в бизнес. вы можете мне не верить, смотрите, просто следите за вебсайтом, смотрите, сколько людей прибавляется каждый день, отмечайте это, записывайте. И еще раз хочу сказать, если кто-то слушает эту информацию, но вы еще не пришли в бизнес и вы этому не верите, сделайте просто себе одолжение, подпишитесь в компанию, ответьте на вопросы и ждите, потому что вы заблокируете себе место и завтрашнего дня у вас уже будет 10 тысяч человек под вами. Господа, я на этом заканчиваю, я вам желаю всем удачи и будьте немножко попозитивнее. Удачи вам, господа, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok